Добрый день, уважаемые участники! Мы продолжаем наше четвертое занятие. Сегодня оно будет посвящено национальному и международному праву, их соотношению и особенностям регулирования в Российской Федерации. И тема наша на сегодняшний, сегодняшний на экране – соотношение государственного и международного права. Государственного имеется в виду национального всего в целом в Российской Федерации. И безусловно, данную тему нельзя не начать без вопроса о правах человека. На экране вы видите ту основную международную правовую базу, регулирующую вопросы прав человека. Это у нас всеобщая декларация прав человека, международный пакт о гражданских и политических правах, плюс факультативный протокол к нему того же года, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Но безусловно, права человека, вы все хорошо знаете, это права объективны по своей сущности, неотъемлемые, естественные, принадлежащие человеку как таковому, поскольку он человек, то есть в силу его человеческой природы непосредственно. Права человека представляют собой определенные социальные притязания, меры социально оправданной свободы поведения человека, которые развиваются вместе с развитием общества и непосредственно применяются в процессе социализации человека, ну и, безусловно, его взросления. Права человека также являются непосредственно социальными по своей сущности, они фиксируются и существуют вне каких-либо форм социального опосредования, ну в данном случае имеется в виду права. Они лишь получают такое формальное обрамление на самом деле. Есть непосредственная связь между феноменом прав человека и идеей естественного права, кстати, о которой мы говорили еще на первом занятии, которая базируется на объективном существовании исходных, социально оправданных и социально необходимых условиях жизни человека. При этом в рамках идеи естественного права и прав человека оправдана и постановка вопроса о естественных, непосредственных, тоже социально связанных обязанностях права человека перед обществом. Это также отмечается и в статье 29-й всеобщей декларации прав человека, что обязанности – это тоже неотъемлемая часть, которая связана с правами и забывать о ней не стоит. Права человека также являются разновидностью социально непосредственных прав в том смысле, если имеется в виду существование социальных общностей. Я имею в виду народ, нации, различные объединения, ассоциации людей. Хотя отчасти коллективное выражение прав может рассматриваться как вариант выражения индивидуальных прав человека. И в этом качестве непосредственно социальные права коллективов должны проходить проверку человеческим измерениям, то есть правами индивида, потому что именно они во многом и образуют вот этот элемент коллективности. Несмотря на возможность фиксации прав как таковых, как объективно существующих явлений, их механизм воплощения в жизнь, механизм выхода на поведенческий уровень, в реальности он не так прост, как может показаться. Вот этот механизм реализации самих прав. Объем прав человека и их состояние в целом зависят от исторического этапа, в котором находится общество. Но это, безусловно, логичный вывод, он очевиден. Объем прав человека и их реализации также зависят и от уровня развития общества, его организации и в том смысле, насколько права человека вообще освоены общественным сознанием, правосознанием индивидов. Это вот наша отсылка к предыдущему занятию тоже о правосознании. Поэтому эффективность реализации прав зависит от их нормативного оформления, безусловно, включения в той или иной форме в нормативно-правовые акты и в систему нормативного регулирования общества в целом. Форма закрепления прав может быть различна. Это могут быть правовые обычаи, могут быть стандартно, как у нас сегодня, правовой акт. Также это могут быть нормы морали, то есть нормы какого-либо социального характера. Они могут предусматривать определенные права человека. Поэтому, в общем, это такая категория, непростая на самом деле, которая находит свое логичное отражение во многих социальных сферах жизни. В связи с процессом развития прав человека и прогрессом общества, вы прекрасно знаете, что выделяют несколько этапов и поколений развития прав человека. Безусловно, первое поколение – это права человека, обеспечивающие индивидуальную свободу, защиту от какого-либо вмешательства в осуществлении его отчасти политических прав, прав политического характера. Это имеется в виду свобода слова, совести, религии, право на жизнь, на свободу и безопасность, равенство перед законом, право на справедливое правосудие и так далее. Это бесчисленное количество прав. Второе поколение. Здесь уже права приобретают определенный социально-экономический и культурный характер. Тесная взаимосвязь между ними. Это право на труд, на свободный выбор работы, право на социальное обеспечение при необходимости, право на отдых, право на образование и так далее. Тоже большое количество прав, о которых можно говорить. Третье поколение – это уже коллективные права. Право на мир, право на здоровую окружающую среду, в общем, право на безопасность в определенном контексте. То есть это такая вот наиболее общая группировка прав, обеспечивающая их коллективное отражение и связь. При всем современном многообразии прав человека и различии теоретических подходов можно выделить исходные, основополагающие права человека. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что это право на жизнь, право на свободу, право на равенство и его реализацию в различных сферах жизни. В общем, это такие стартовые, базовые отправные права, которые во многом дают и как результат развития иных прав, которые также важны и к которым мы сегодня привыкли и, наверное, не можем мыслить нашу жизнь без них. Опять же, обращаясь к экрану, что мы видим? Всеобщая декларация прав человека. Это как такая базовая отправная точка 1948 года, по-моему, 10 декабря она была принята. Она представляет собой документы негосударственного характера, впервые в истории человечества, распространившие права человека на всех людей планеты. Права и свободы человека с этого момента перестали быть внутренним делом государства. Наоборот, они приобрели такой вот международный, мировой характер, и постепенно эта практика начала реализовываться в иных государствах. Кроме названной декларации у нас также принимается 1966 год, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, также 1966 года, и факультативный протокол. На основании этих документов человек стал субъектом международного права. Эти международно-правовые акты имеют приоритет над внутренним законодательством стран, которые присоединились в страну-участниц, и их граждан имеет обратиться право в комитет по правам человека при ООН, если им исчерпаны все имеющиеся внутренние средства правовой защиты. Кстати, аналогичная норма в общем контексте содержится в статье 46 Конституции Российской Федерации. Кроме того, 20 декабря 1993 года в ООН учреждается пост Верховного комиссара по правам человека, который назначается Генеральным секретарем ООН и является его заместителем. Это тоже такая ключевая должность, которая обеспечивает мониторинг в сфере обеспечения защиты прав человека по всему миру. Наряду с органами ООН у нас также действует Европейская система защиты прав, созданная на основе Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1953 года. У нас существует также Европейская комиссия по правам человека и Европейский суд по правам человека. Вынесенное Европейским судом решение по индивидуальной жалобе носит обязательный характер, является окончательным и обжалованию не подлежит. И оно направляется для исполнения в соответствующее государство. Кроме того, это все, что касается в самом общем, базовом виде, международной, и включая в нее Европейской, куда присоединилась Российская Федерация методов правовой защиты, прав граждан. Но, кроме того, безусловно, мы не можем не сказать о тех национальных особенностях, которые есть. В ноябре 91-го принимается Декларация прав и свобод человека и гражданина в России. Она в последующем становится частью второй Конституции Российской Федерации уже в 93-м году, спустя два года. И, в общем, государство обязано соблюдать, защищать права человека и гражданина. А механизмы внутренациональной защиты прав человека имеют принципиальное значение, поскольку это вот такой первый механизм, позволяющий задействовать те самые механизмы. У нас также публикуется и вступает в силу федеральный закон об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Институт уполномоченных продолжает развиваться и на региональном уровне он также существует. У нас есть уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае. Впервые законодательное закрепление прав человека стоит отметить, что было осуществлено в 1776 году в Конституции штата Вирджинии, в Штатах, в Соединенных Штатах Америки. Потом 1791 год Билли о правах человека, который представлял собой 10 поправок Конституции Соединенных Штатов Америки также. Ну и в 1789 году во Франции принимается декларация прав человека и гражданина. Вот это вот такие первые источники, которые непосредственно сыграли важную роль в развитии этого института. А потом уже спустя практически 200 лет эти институты постепенно развивались в рамках региональных определенных сфер, а потом вышли на международный уровень и стали сегодня настоящим достоянием и таким ключевым моментом, который имеет важнейшее значение в нашей жизни сегодня. Кроме того, безусловно, как этот процесс развивался, можно еще вспомнить определенный вклад актов, которые были приняты ранее. Это XIII век, Великая хартия вольности, определенные отсылки, отголоски можно найти и там. Это 1215 год, петиция о праве 1628 год, XVII век и Хабиас корпус акт 1679 год, Биля правах 1689 год. В общем, все это те акты, которые также внесли безусловно определенный смысл в систему прав человека. Может быть, они не предусматривали такую четкую очевидную группировку, градацию, разделение и трактовку, но тем не менее все эти акты, вот последние перечисленные, это безусловно такая основа, которая в будущем позволила сформироваться на международном уровне вот этому комплексу прав. Далее идем. Права человека, то, о чем, собственно, вам я сказал, это Комитет по правам человека при ООН, Верховный Комиссар по правам человека, Европейская Комиссия по правам человека, Европейский суд по правам человека. Это ключевые механизмы, обеспечивающие защиту прав человека именно для граждан Российской Федерации, ну и для европейских государств, которые присоединились к соответствующей конвенции, которая была на предыдущем слайде снизу. Для других государств существуют иные уровни. Тут стоит отметить, что первые два института, перечисленные комитеты Верховный комиссар это международные механизмы защиты. Европейская комиссия, Европейский суд это уже более такого регионального уровня этап защиты прав человека. И в зависимости от стран, например, для стран Латинской Америки, там будут совсем другие механизмы. Безусловно, не европейские, а латиноамериканские. Они также созданы во многих государствах. О чем же мы дальше поговорим? Ну, мы базово поговорили о правах человека, как вы прекрасно понимаете, невозможно обеспечить права человека без определенной укрепляющей усиленной роли права в этом обществе. И принцип, который позволяет нам говорить об укреплении права, это, безусловно, верховенство его. То есть, в литературе может быть использован иной термин господство права, но сегодня верховенство это наиболее часто встречающаяся трактовка. Вот то, о чем мы сейчас и поговорим. Положение о верховенстве права и закона, но, между прочим, не стоит путать верховенство права и верховенство закона. Все-таки определенное соотношение между ними есть, и в дополнительном задании текстовом вы почитаете, почему об этом мы говорим. И, кроме того, это является безусловно важнейшая характеристика правового государства наряду с такими принципами, как разделение властей и связанность государства и граждан с взаимными правами и обязанностями. Вместе с тем объективно существующее несовпадение зачастую права и закона заставляет рассматривать верховенство права и верховенство закона раздельно. Идея сама по себе верховенства права она безусловно старее, чем верховенство закона и в научной литературе это просматривается. И верховенство закона оно в себя включает, что это верховенство конституции, особую процедуру принятия закона, обязательное соответствие всех иных нормативно-правых актов закона, безусловно, те, которые ниже по юридической силе, наличие механизмов реализации и защиты закона, конституционный надзор, который обеспечивал бы непротиворечивость самой системы. Вот верховенство закона у нас и отражено на вот этом слайде. Верховенство же права предполагает прежде всего наличие законов с правовым содержанием а также связанность государственной власти с правовыми законами то есть право. Вообще вопросом верховенства права в нашей правовой среде юридическом сообществе научном уделяется достаточно большое значение. если мы говорим о верховенстве права, то сегодня наука разработала тоже такие определенные критерии, которые свойственны верховенству права. Опять же в международном контексте в его глобальном понимании и значении. Что же из себя включается верховенство права? В первую очередь это управление правительства народа управляемое им же и осуществляющее для него же то есть для народа такое определенное народное проявление. разделение властей и принципов взаимосвязи между законодательно исполнительной и судебной властью, ограниченное правительство и федерализм, судебное разбирательство независимой системы судебных органов как центральный механизм проведения конституционных законов жизни, представительная демократия, процедурные и существенные ограничения в отношении правительственных лиц. То есть для определенного статуса имеется в виду определенные ограничения, которые позволяли бы им эффективно заниматься своей деятельностью, но не только ограничения, безусловно, но и определенного уровня привилегий, например, как неприкосновенность. В общем, теперь вы понимаете, что верховенство права все-таки это такое собирательное значение имеет, оно может рассматриваться в обобщенном виде, но тем не менее есть органы, которые стремятся у нас продвинуть в определенном смысле верховенство права как идею. Хотя во многих современных демократических государствах законодательство и пронизано такой идеей и мыслью о верховенстве права. И вот совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Например, в 1990 году проходило заседание, в котором заявили о намерении поддерживать и выдвигать принципы справедливости, которые определяют основу верховенства права. Верховенство права означает не просто формальную законность, которая обеспечивает регулярность и последовательность при достижении и проведении в исполнении демократического порядка, но и справедливость, основанную на признании и полном принятии высшей ценности. Все это высшей ценности безусловно человеческой личности имеется в виду и гарантированную органами учреждениями, обеспечивающей рамки ее наиполнейшего выражения. То есть СБСЕ это предыдущее название, кстати, отмечу, совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Ныне это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. То есть в определенный момент ОБСЕ сокращение, я думаю, вы это слышали. Сегодня именно в таком виде существует то совещание, которое проходило более 30 лет назад. Сегодня вот такой определенный статус уже более серьезный был, придан этому органу, потому что организация сама по себе говорит о том, что это постоянно действующий, а не периодически собирающийся институт. И Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе это крупнейшая в мире региональная организация, занимающаяся вопросами безопасности. Но на сегодняшний день она объединяет 57 стран, расположенных в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. То есть такое большое, достаточно и серьезное сообщество. Далее мы поговорим, вот мы поговорили об механизмах защиты, о верховенстве права, и все это нас приводит к такой важной мысли о том, что у нас есть определенные источники, которые позволяют нам говорить о международном праве как таково. В самом общем виде обобщенная информация представлена на слайде, то есть какие формы, источники международного права мы знаем в виде международный договор, международно-правовой обычай, акты международных организаций, общие принципы права. Ну общепризнанно считается, что источники современного международного права перечислены в пункте 1 статьи 38 статута международного суда ООН, который вот содержит следующее положение, я вам его зачитаю, наверное, чтобы вот прям конкретно по контексту было понимание, потому что схема, представленная на слайде, это уже такое обобщенное более простое. Вот суд, который обязан решать переданные ему споры на основании международного права, применяют международные конвенции, как общие, так и специальные, устанавливающие правила, определенно признанные спорящими государствами. международные обычаи, как доказательство всеобщей практики, признанной в качестве правовой нормы, общие принципы права, признанные цивилизованными нациями, с оговоркой указанной судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву различных наций в качестве вспомогательного средства для определения правовых норм. Международное право представляет собой систему юридических принципов и норм, выражающих согласованную волю участников международных отношений и регулирующие их взаимное общение. Институты международного права возникли уже в древности и уже тогда сложился принцип их формирования путем согласования воли участников межгосударственного общения. и поэтому основным источником международного права является нормативно правовой договор международный договор. Международное право по своей природе оно не может быть относено ни к одной из национальных правовых систем и занимает наднациональное положение, то есть сверху национального права безусловно ряд моментов здесь есть, к нему необходимо присоединиться, чтобы оно действовало на территории соответствующего государства. То есть определенный момент добровольности здесь просматривается. Вместе с тем очевидно, что формируется также четкая тенденция к внедрению общепризнанных принципов и норм межгородного права во внутригосударственные правовые системы. И вот вам очевидный пример часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации. Прям так и зачитаю эту часть. общепризнанные принципы и нормы межгородного права и межгородные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если Международно договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотрены законом, то применяются правила Международного договора. Таким образом, сама Конституция непосредственно данные нормы международного права не только признает частью права России, правовой системы, но и дает в определенном смысле ей некий приоритет. Надо внутренним законодательством. Но опять же, есть несколько оговорок. Как бы в текстовой части вы о них сможете прочитать. И вообще в том порядке, который проходит для того, чтобы акты международного права действовали. Международное право подключается к внутренним правовым системам и в плане защиты прав и свобод человека. Конституция рядов стран, в том числе и Российской Федерации, содержит норму, которую предоставляет каждому право обратиться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны, безусловно, все национальные способы защиты этого права, которые предполагаются нарушенным. Интенсивно развиваются нормы, регламентирующие порядок реализации и международно-правовых санкций. В различных случаях, например, нарушение прав человека. То есть международное сообщество может принимать определенные меры воздействия к тем государствам, которые присоединились как там, но не исполняют их. Вообще сама отсылка об обращении в наднациональные органы для рассмотрения споров, она содержится и в Конституции. Это часть 3 статьи 46. Кроме того, важно еще отметить, какой момент, когда мы говорим о данном вопросе. Вот мы в целом представили себе международное право. Но международное право, как мы говорили, отрасли у нас делятся на частные и публичные, и международное право также делится на публичные и частные. Все, о чем мы до этого говорили, это в самом общем виде относится к именно публичному праву. А вот право частного характера – это уже принципиально другая среда. То есть если вот в самом общем простом виде представить, то международное публичное право регулирует отношения между государствами и в том смысле, где одна из сторон будет государство. А международное частное право регулирует гражданско-правовые отношения с участием иностранных физических или юридических лиц по поводу имущества, в общем, по поводу различного характера споров, которые присущи именно частной отрасли права. Вот в этом и заключается основное разграничение. На практике достаточно очевидно и просто у нас разделяется публичное и частное международное право. Ну и говоря о международном праве, нельзя не поговорить о тех тенденциях, которые сегодня существуют. В условиях глобализации, объединения различных процессов право также стремиться к определенному уровню гармонизации, унификации, то есть перенять и отчасти положительный опыт, имплементировать его, то есть внедрить в свою правовую систему и тем самым усовершенствовать правовое регулирование на национальном уровне. Вопросом в преемственности права было посвящено достаточно много работ. Одна из первых была эта преемственность в праве болгарского правоведа Нена Ниновски. В 1977 году она была опубликована. И процессы преемственности и обновления в праве связаны с закономерностями становления индивидуальных национальных правовых систем с общим историческим движением права как социального феномена, правовым прогрессом, ростом правовой культуры, регрессивными явлениями в праве, закономерностями в связи с отношениями национальных и общечеловеческих правовых культур. В общем, это очевидно, что преемственности обновления – это две стороны одного и того же процесса. Процесс остановления и развития национальной правовой системы. Причем пропорции, удельный вес каждой из сторон в каждом конкретном случае и на каждом историческом этапе могут быть различными, что зависит от ряда факторов. И эти факторы вы отчетливо видите у себя на экране. Те основные причины, условия, благодаря которым у нас и происходит вот этот процесс преемственности и обновления права. Чуть-чуть дальше мы поговорим также и о рецепции права. Кстати, на ней мы кратко останавливались на наших одних из первых занятиях, и мы говорили о рецепции римского права. И, собственно, какие же это условия и вообще содержание само по себе вот этого понятия, что к этому ведет? Оказывают влияние на преемственность и обновление. Собственная логика развития права. Безусловно, в национальной правовой системе каждого государства есть свои индивидуальные черты. Они во многом предопределяются культурными, историческими аспектами, ментальностью народа, уровнем правовосознания в конечном счете. И вот эта собственная логика развития права, она присуща как раз таким вот народам. Несмотря на то, что народам в рамках определенного государства. Например, логика частного английского права очень сильно отличается от логики гражданского права в Российской Федерации. Хотя, по сути, и то, и та отрасль регулирует в определенном смысле договорные отношения. Но, тем не менее, механизмы, наличие институтов, оно различно. Например, могу привести вам пример избирательного законодательства. Когда в Российской Федерации, опять же, на примере Англии, в Российской Федерации у нас активная агитационная деятельность кандидатов может вестись по телевидению. Например, в Англии там исключительно дебаты. Это все отражено в нормативных актах. Ну, вот такая логика, такая специфика развития различных сфер. Хотя, казалось бы, институт избирательного права, наверное, должен происходить процесс, как бы, в каком-то смысле заимствования лучших практик. Но, тем не менее, уже на протяжении многих лет вот такие различия наблюдаются. Это вот своя собственная логика развития права. Кроме того, вообще на развитие права у нас оказывает влияние и тот социально-экономический строй. Во многом право имеет под собой экономическую основу, экономические особенности какие-либо. Особенно это частное право. Там без экономического элемента, ну, наверное, бессмысленно даже размышлять и говорить об отношениях, потому что именно в отношениях частного характера, наверное, экономический фактор будет превалирующим. Поэтому социально-экономический строй самого государства, он имеет важнейшее значение. Накладывает свой отпечаток и религиозно-этические традиции в соответствующем государстве. Всем прекрасно понимаем, что в государствах исламского мира свой подход, там нормы шариата. В христианском мире есть тенденции и стремление, наоборот, на отсоединение права от религии. Вот государства во многом предусматривают светский характер. Поэтому вот эта такая религиозно-этическая специфика, она тоже как бы свойственна и оказывает влияние. И, безусловно, нельзя просто так взять и заимствовать те нормы из правопорядка, даже если они имеют такое позитивное отражение. Не всегда они могут найти позитивное отражение на территории другого государства. Поэтому заимствование, преемственность и обновление в праве – это процесс, безусловно, который позволяет нам и разграничить наиболее лучшие, наиболее эффективные практики правового регулирования. Кроме того, принципиальное значение имеет историческая обстановка. Ну, я думаю, что здесь пояснять нет смысла, как бы все достаточно очевидно. Исторический этап развития общества, он предполагает и определенный свой специфический подход. Можно говорить о роли личности в истории, о роли каких-то процессов, но, тем не менее, безусловно, на различных этапах регулирование будет различно. Внешнее влияние. Ну, никуда же без него, потому что внешнее влияние может быть в различных формах рассматриваться. Это может быть, скажем так, вот такое давление в каком-то смысле, насильное применение правовой режима иного государства. Это мы активно можем наблюдать, например, на примере феодального строя. Да, сегодня уже внешнее влияние на развитие права, оно существует, но оно, конечно, такое вот менее явное, оно носит такой более скрытый и более сложный характер. Главным фактором, обуславливающим преемственность в праве, является необходимость нормативного регулирования ряда общественных отношений, вытекающая из потребностей самого общества. И обнаружена преемственность может быть вне сущности, только в содержании права, в его форме, отчасти и функциональном назначении, например, в целях регулирования. Преемственность в праве означает связь между разными этапами, ступенями развития права, как социального явления. Что суть этой связи состоит в сохранении определенных элементов или сторон права, в его сущности, содержании, форме, структуре, функциях и при соответствующих его изменениях. При этом автор правильно обращает также внимание на то, что преемственность может быть отрицательной, то есть иметь такое консервативное, реакционное, негативное в том контексте, что непринимаемое гражданами значение. И когда мы говорим о преемственности права, также важно отметить преемственность двух видов – вертикального и горизонтального типа. Когда мы говорим о вертикали, мы подразумеваем определенное время, то есть а по горизонтали – это в пространстве, то есть такое территориальное значение. В любом случае преемственность по смыслу этого понятия предполагает историческую последовательность, исторически последовательные характеры. И в этом плане вертикальная преемственность отличается от горизонтальной, лишь тем, что означает сохранение элементов при переходе в новые качественные состояния одной и той же национальной правовой системы. Горизонтальная же преемственность заключается в восприятии прошлого правового опыта территориально других государств. То есть, иными словами, преемственность – это такой важнейший принцип, о котором мы не можем не говорить. Вот такой ключевой момент в заимствовании права – это такой термин есть как «рецепция права». Рецепция права предполагает сочетание прошлого опыта и, безусловно, современной практики. Современной практики иностранных государств, а что касается прошлого опыта – наиболее частый пример, когда заимствуется у нас право из предыдущего исторического этапа. Я думаю, что всем государствам в разной мере свойственна рецепция права как и предыдущего опыта, так и, собственно, современных практик. Рецепция права рассматривается как специфическое проявление преемственности в праве. Дело обстоит во многом в том, что правопреемственность – она, по сути, и разновидность правовой рецепции. Вообще слово «рецептио» в латинском языке имеет вполне ясное и очевидное значение. Это как принятие. И приниматься и заимствоваться могут как прошлый правовой опыт, в данном случае речь идет о правопреемственности, и элементы современных правовых систем. Но это уже конкретное такое заимствование. Практический смысл различия состоит в том, что рецепция в форме принятия элементов параллельных правовых систем, то есть правовых систем других современных государств, таит в себе больший механический характер заимствования чужих правовых ценностей, отчасти чужих исторических, социально-религиозно-этических норм. И в случае же рецепции права в форме преемственности, такие ценности как бы испытываются временем, проходят через фильтр человеческой культуры. Поэтому для процесса рецепции важен, конечно, этап принятия, осмысления характера правовых норм, которые предполагается использовать для применения в конкретном государстве. Самым известным примером рецепции права в форме преемственности является рецепция римского права, то есть это частного права, сегодня это термин гражданское право, которое у нас сегодня наиболее активно используется. Заимствовали страны континентальной Европы, римское право и в связи с развитием товарно-денежных отношений. То есть оборот развивался, границы постепенно стирались в отношениях торгового значения, и все это необходимо было к выработке общих правил. Но так как к соглашению зачастую прийти было проблематично, вот в таком глобальном смысле не было такого понимания, да, а тем не менее необходимо было как-то регулировать эти сферы, и у нас заимствовались наиболее эффективные практики, которые в тот момент по уровню развития были наиболее высокими. Именно у римских юристов они разработали механизмы, многими из которых мы пользуемся до сих пор. Вообще обновление в праве связано с процессом создания самобытных правовых ценностей в рамках конкретной национальной культуры. И в этот процесс в праве не имел места, то ничего бы не было такого, что можно было бы передать. Ведь то же самое римское право первоначально было создано как нечто новое, то есть ранее не существовавшее в рамках античной культуры Древнего Рима. Затем уже в эпоху Возрождения оно было часто отработано, проработано в западноевропейских университетах толкователями, да, их называли гласаторы и постгласаторы. И стало правовой ценностью общечеловеческого значения и выступило основной формой для кодификации гражданского законодательства и правовых системах романо-германской правовой семьи. Последовательно эти механизмы использовались и в других государствах, в том числе в определенном смысле и в России происходил процесс. Вот этого заимствования, когда переходил опыт, его принимали, его использовали, смотрели, как он ложится на общественное регулирование, на тот уклад, который был и к чему это, соответственно, переходило. В общем, в определенном смысле результатами развития национального и международного права в контексте является преемственность, рецепция и обновление. В общем, это основные такие базовые черты и характеристики, которые свойственны данному уровню развития права. На что я хотел бы обратить ваше внимание? На то, что, соответственно, в дополнительных материалах, которые будут представлены текстовой частью, вы можете чуть-чуть более подробно посмотреть особенности развития национального и международного права и их тесной взаимосвязи. И, безусловно, просмотрите другие особенности, их применимость вот в контексте национальной правовой системы Российской Федерации. На что бы я дополнительно обратил ваше внимание? Так это, собственно, на источники международного права. Вы дополнительно можете о них прочитать в том дополнительном материале, который будет. Там рассматривается вопрос именно непосредственно использования этих норм. И на ключевые нормативно-правовые акты, которые обеспечивают регулирование прав человека в международном и вот таком наднациональном контексте. Ознакомьтесь с содержанием этих источников, они будут вам понятны. Безусловно, там юридическая техника немножечко отличается от того, что использовалось, используется сегодня в российской правовой системе. Но, тем не менее, вот эти основные базовые права человека, отраженные в данных актах международного характера, они имеют ключевое значение, и вот с тем комплексом вы можете ознакомиться. Можно даже сравнить, какие права очевидно у нас использованы и переняты в тексте, какие встречаются не столь очевидно, но, тем не менее, находят свое отражение в нашей правовой системе. Отечественное право сегодня представлено достаточно обширно. Оно богато на механизмы правового регулирования. У них очень большой потенциал для правоприменения. Поэтому говорить о развитии института прав человека в нашей стране с положительной точки зрения тоже можно. Потому что здесь и международные стандарты соблюдаются, и, безусловно, используются все особенности развития права, которые на данный момент, мировое сообщество, все мы знаем, и то, к чему пришло тоже наше отечественное правовое регулирование. В общем, это вся основная информация. Спасибо вам за внимание. Желаю вам удачи. И при необходимости можете дополнительно просмотреть текстовые материалы, записи. И эту тему мы продолжим развивать на нашем следующем практическом занятии, когда мы уже с вами встретимся, непосредственно сможем обсудить. Если будут какие-то вопросы по данной тематике, пожалуйста, готовьте их. Как бы рассмотрим с опорой на источники непосредственно. Найдем их. И на следующем занятии также закрепим эту тему. Продолжим определенные и теоретические аспекты развития международного права в его публичном и частном характере. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.